Бунжуха тут и атус! Меня зовут Анастасия Кузнецова, сегодня я нахожусь в офисе компании Claims, и это тот самый случай, когда просмотр сериала на Netflix вдохновил нас на новый формат видео на нашем канале. Поводом стал сериал Lupin, первая часть которого погружает в чарующий мир аукционных торгов. Посмотрим, насколько они правдоподобны. Видео носит образовательный характер и содержит парочку спойлеров, а в описании есть тайм-коды, вы можете вернуться к ним после просмотра серии. На первых кадрах, когда мы узнаем о том, что колье Марии Антонетты выставлено на торги, оно презентовано так, словно это музейный экспонат Лувра. В связке с аукционом выглядит странно, ведь Лувр, как национальный музей, не может продавать предметы своей коллекции. Неотчуждаемость – это базовый принцип охраны французского культурного наследия. Но смотрим дальше и понимаем, что колье – частная собственность. И выдыхаем. Сцены с демонстрацией колье широкой публики важны. Это один из ключевых моментов организации аукционных торгов. Аукционы во Франции публично открыты, и лоты должны быть обязательно доступны для ознакомления публики до начала торгов. Как-то раз мы с моей приятельницей ходили на предаукционную выставку украшений, там вполне можно было примерить приглянувшиеся бежу. Тут, конечно, вряд ли бы позволили это сделать, и в целом организатор торгов имеет на это право, чтобы предотвратить повреждения или кражу лота. Что? Похоже, не очень помогло организаторам. То, что торги происходят в Лувре – явление исключительное, но возможное. Конечно, как правило, аукционы проходят в самом аукционном доме либо в помещениях отеля «Друо» на одноименной улице Парижа, а в пандемию – прямо на диванах покупателей. Но выездные торги не запрещены. Организаторы аукционы в этом случае обязаны соблюсти ряд формальностей – указать о месте торгов в объявлении об их проведении и каталоге, и уведомить об изменении места торгов в специальный совет, контролирующий проведение частных аукционных торгов. Лувр же представляет помещения и залы для разных мероприятий своим спонсором, меценатом, да и простым арендатором. Не очень правдоподобно выглядит то, что нигде в объявлении от плакатов какого-нибудь аукционного дома, учитывая, что организация подобных торгов была бы прекрасной рекламой. Но в целом возможно и то, что семья Пелегрини пригласила аукциониста, ведущего индивидуальную практику для того, чтобы провести торги. В это, если честно, верится с трудом, когда есть вечно соревнующиеся между собой сот, бескритис и несколько крупных французских аукционных домов вроде «Аххурьяль» или «Милун». Сам аукцион выглядит правдоподобно. Аукционист подробно и зазвитно описывает лот и начинаются ставки. Аукционист молод и ведет, безусловно, важный для рынка торги. Это значит, что он быстро и успешно сделал свою карьеру. Во Франции с ее любовью к профессиональным экзаменам, чтобы получить право держать аукционный молоточек, нужно получить юридическое и искусствоведческое образование, сдать специальный экзамен, поучиться еще немного, постареживаться в аукционном доме и только потом получить доступ к профессии и гордое звание комиссар-призер. Во время аукциона мы видим, что ставки принимаются не только очно, но и по телефону. Также, скорее всего, ставки делаются и онлайн. Когда главный герой вступает в торги и начинает делать свои крупные ставки, разворачивается любопытная сцена. Ассистент аукциониста показывает ему страничку из Википедии с информацией об участнике торгов. Получить информацию так быстро ему позволяет система предварительной регистрации участников перед началом торгов. Но по большому счету, эта сцена служит нам для знакомства с одной из личин главного героя. Чтобы ни было написано в Википедии, не принять ставку от него аукционист уже бы не смог. Торги заканчиваются максимально правдоподобно. Удар молотка и слово «адюжей», которое произносит аукционист, сакральны. Именно им завершаются торги, а победитель получает все, но лишь после того, как заплатит 60 миллионов. И если будет, за что платить, ведь колье, как мы увидим дальше. Подменили. Аутентичность лотов на аукционах еще один очень интересный вопрос, который мы обсудим совсем скоро. А-ля-про-шен!